Привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу представить вашему вниманию бой на вот этой вот чудесной советской ПТ-САУ СУ-152. Расскажу немного о самом танке. СУ-152 советский ПТ-САУ. Катаю я ее на самой стоковой пушке 6 уровня с орудием. МЛ-20 образца 1931-1937 года. Почему Катаю именно на этом орудии? Ну конечно, как вы можете догадаться, это из-за ее офигенно осколочно-фугасных снарядов. Осколочно-фугасными снарядами пробитие у ней 86. Ну и средний урон 960. Как вы можете понять, это просто сумасшедшие цифры для ее уровня. Ну давайте перейдем непосредственно к бою. Заходим в мои реплеи. Выбираем СУ-152. И вот он бой. Вы знаете, я уже как-то стал замечать такую закономерность. Когда мне закидывают в нитку, то есть я на дне списка, получается почему-то самые лучшие бои. Карта виноградники как-то не очень мне нравится. Я прям действительно, я тупо просто не знаю, куда на ней ехать мне нужно. Ну так как у них все тяжи 8 уровня практически, два тяжа, я решаю, что в город мне ехать нечего, потому что они там меня разберут в два счета. И еду на центр, пробовать отыгрывать от центра. Подъезжаю к этому домику и буду занимать позицию возле этих кустиков. Это больше, скорее всего, охота на легкие средние танки. Вот, засветили револьверизы от противника. Ну и что, на ПТ остается ждать. Вот это самая больная моя тема, ждать, когда кто-то выйдет. У меня не хватает на это терпения иногда. Я просто еду вперед, получаю, сливаюсь в ангар. Ну, в этот раз я все-таки как-то поборол себя, чтобы никуда не сорваться и выждать. Стреляю в него на 554. Я думаю, он не ожидал такой подачи. Жду, пока перезарядится орудие, так как меня засветили. Ну, я спрятан домиком, в принципе, сбоку, поэтому бояться, что прилететь с города не стоит. Все, союзники добирают револьверизет. Надо искать, как говорится, другую жертву. Испять. Прячется. Ничего я ему не сделаю, не догоню. Тут замечаю, что к нам в тыл приперся ЛТТБ. Фульный. Ну и фульный. Заряжаю фугас, и парень отправляется в ангар. Откатываюсь для перезарядки, чтобы ни под кого не подставиться. Перезаряжаюсь. Все, ВЗ отошла, я ее не вижу. СУ-152 я не вижу. Союзники поехали. Объекта 252 забирает вазик и сбивает базу. Хочу прокинуть поясок. Ну, смотрю, что я его не пробью ни ББшкой, ни кумулятивным. Заряжаю фугас. Ну и в таких случаях довольно неплохо на 30-54. Это лучше, чем ничего. Наваливаю ему. Снова откатываюсь для перезарядки. Стараюсь выползать сюда, ближе к центру. Замечаю гуся. И вот он, выстрел мечты. Фугасом на 1037. Ну разве за это мы не любим? СУ-152. Ради такого фугаса, я думаю, стоит, стоит играть. На этом танке. Перезарядился, выжидаю. Противники никто не хочет подставляться. Ну мы выиграем 4-0. Немножко подождав, я просто принимаю решение, что надо ехать рашить. Иначе можно вообще ничего не настрелять. Ну тем временем, мы начинаем обходить со всех сторон. Моя цель, конечно же, гусь. Он прокажется мимо меня и получает в борт еще один фугас. Ну то есть, вы видите, из трех выстрелов такой монстр, как гусь восьмого уровня, отправляется в ангар. Это победа. Этот бой мне очень понравился. Я нанес здесь 3137 урона. Да, урон может быть, кто-то скажет, фу. Ну, я считаю, для этого танка этот урон я накидал достойный. Поэтому мне этот бой очень понравился. Ну просто, а фугасы в гуся это что-то нереальное. Просто что-то нереальное было. Вот этот бой, который стоит, я считаю, посмотреть. Ну вот, как можно глянуть мою эффективность, да. Детали, эффективность. Револьвери-Зет. ЛТТБ, по моим разведданным. СУ-152. Ну, я тут еще и умудрился на ПТ-САУ насветить. Так что, у кого еще, если нет в ангаре этой ПТ-шки, советую ее приобрести. Не пожалеете. Ради таких выстрелов, я думаю, держать ее стоит. С вами был Саня. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, пишите комментарии, что кому понравилось, что кому не понравилось. До новых встреч, друзья. И всем пока-пока.